Приветствую вас, братья и сестры, с наступающим вам Новым Годом, благословением всем вам. Сегодня у нас тема «Сторож, сколько ночи!» Поэтому я сегодня хотел осветить первую сторону, это немножко о стороже, кто может быть сторожем. И я свою проповедь назвал «Встань на стражу!» Для этого мы прочитаем из этой главы Исайя, 21 глава. Я начну читать 6 стиха. Здесь написано так. «Ибо так сказал мне Господь, пойди, встань, поставь сторожа, пусть он сказывает, что увидит. И увидел он едущих попарно всадников на конях, всадниках на ослах, всадниках на верблюдах, и вслушивался он прилежно, с большим вниманием, и закричал, как лев. Господин мой, на страже стоял я весь день, и на месте моем оставался целые ночи. И вот едут люди, всадники на конях попарно. Постась сторожа». Знаете, прежде чем начинать рассуждать, я просто хотел обратить ваше внимание, вот просто история Ветхого Завета, когда читаешь вот книгу Иисуса Навина, когда только израильский народ перешел, Иордан, и Иисус посылает двоих. И написано, как здесь, в Слове Божьем, «Послал тайно, чтобы никто не знал, пойдите, осмотрите землю». И этот город, кто помнит, как город назывался? Иерихон, молодцы. Этот город был Иерихон, он очень был большим, великим. И вот эти люди пришли, два человека в этот город, и они зашли через ворота, и, наверное, старались исполнить то, что Иисус им сказал, осмотреть этот город, сколько воинов, какие стены, какие ворота. И они проходили и смотрели. И когда они зашли в дом Раавы, то тут уже пришли войны, чтобы взять их. Так оно как-то все быстро произошло. И когда Раавы сказали, где те люди, которые пришли из сынов Израилевых, где они с Аглитатай, которые пришли осмотреть нашу землю? И вот благодаря этой женщине она спасла их. Да, приходили, но я не знала, где они. Они в сумерках вышли. Я не знаю, куда они пошли. Гонитесь скорее за ними. Вы найдете их. Вы поймаете их. Эти люди поверили. Она так убежденно говорила. И погнали все эти люди в сумерках, когда уже темнело, искали этих Саглитатаев. Знаете, как это произошло? А произошло очень просто. Потому что стояли стражи. Они стояли на стенах, и стражи стоят у ворот. И когда они входили, они обратили на них внимание. Эти люди не из их народа, не из других окружающих. Эти люди проделали долгий путь. Их одежда отличалась, их вид отличался. Не так, как у других народов, как у них. И знаете, эти стражи, они, видно, следовали за ними. Они увидели, что они вошли в этот дом. Страж. Они стояли на страже, братья и сестры. Они сделали свое дело правильно. Хотя впоследствии этот город, он был захвачен израильтянами. Напрасно, когда Господь не охранит города, напрасно стоит страж. Помните, такое место написано. Знаете, другой еще момент, хочу сказать. Тоже пришли пять Саглитатаев. Они пришли в один из городов, потому что им не доставало дану коленного земли. И вот они решили найти эту землю. Пришли в один город, и они обратили внимание, что все как-то необычно. Такое, как они определили, и они сказали, что этот город, народ, который живет в нем, он живет спокойно, по обычаю сидяньян, тих и беспечен. Что не было в земле той, кто бы обижал в чем, или имел бы власть. А сидяньян, они жили далеко, и ни с кем у них не было никакого дела. И когда они потом вершинулись, и рассказали, говорят, и когда пойдете вы, придите, придете к народу беспечному. Почему называется? Там не было ни стража. Там не было никакого дела. Вот тут написано, или имел бы власть. Не было власти. Может быть, там и царя не было. Не было стражей. Они воспокойно дошли, осмотрели, что надо, и пришли эту весть. И совсем через некоторое время этот город был захвачен. Люди погибли. Смотрите, беспечность и бдительность. Одни люди были беспечными, другие бдительными. Знаете, наше место говорит, Господь сказал, иди поставь стража. Страж – это тот, кто стоит на страже, охраняя город, охраняет, может быть, войско, или что-то еще другое. Помните, Гедеон, когда вышел, когда Господь его послал, чтобы он спас народ израильский, тремя отрядами окружили врагов, и когда они встали, затрубили три отряда со всех сторон трубами. И знаете, эти трубы, я представляю, они были низкими частотами, когда они зазвучали эти трубы. И написано, братья и сестры, разбудили стражи. Знаете, страж должен стоять на посту, он должен охранять эта безопасность своей армии. Они уснули, они привыкли, они каждый год ходили в землю Израиля, опустошали ее, знаете, со стадами, чтобы все стада съедало, все запасы, которые, что растет, все истребляли, угоняли скот. Они привыкли это, они уже спали спокойно. Но в этот раз Господь послал Гедеона вот за беспечности, что эти стражи проспали, знаете, сколько людей погибло? 120 тысяч людей погибло. Беспечность, знаете, беспечность привела к такому. Наш стих говорит, пойди, поставь сторожа. Как важно иметь сторожей. В израильском народе много было сторожей. И когда вокруг Иерусалима вот эта была стена, когда слушаешь историю Иосифа Флавия, там было чуть меньше 50 стражевых башней, где находились люди. Если будет война, они могли бы защищать вот эту стену. Более, около 50 вот этих башней. Знаете, там были стражи, братья и сестры. Когда мы читаем песни, песней, там написаны такие слова. «Встретили меня стражи, обходящие город». Два раза, говорится в этой короткой книге, стражи обходили город. Они были на своем месте, братья и сестры. Они стояли, в ночное время они ходили, они чувствовали ответственность, которая стоит над ними, и они охраняли этот город. В Библии не только говорится о стражах, которые охраняют ворота, стены, но еще были преддверники, при дверях стояли. Они тоже были, как вот в Ерехоне, люди, которые рассматривали людей. Это тоже были стражи. Стражи были в городе, у каждых ворот, и они менялись. Стражи были при храме, когда апостолов, когда они проповедовали о воскресении, из-за зависти саддукеи взялись со своими стражами их под арест. Знаете, и стражи, это очень важная часть, кто находился в армии, тот стоял на страже, и там нельзя спать, тем более, если идет война. Мы пели такую песню, вот, братья, в начале от небесных обителей, как там будет хорошо, но мы живем сегодня на земле, и мы живем на вражеской территории. Князем этого мира является сатана, и поэтому сегодня столько, особенно в ночи, когда и злые духи ополчаются вокруг детей Божьих, вокруг христиан, столько издаются сегодня законов против детей Божьих, поэтому как важно христианину стоять на страже. встань на стражу, братья и сестры, встань на стражу, это говорится ко мне, это говорится к тебе. Когда народ израильский возвратился из плена, как они добирались на родину, как они восстанавливали все, сколько было врагов, и люди, которые строили разрушенное, мусор убирали, враги уже решили взойти, уничтожить, и поэтому им приходилось ставить стражу. И люди стояли с копьем, с мечом, одной работой работали, держали щиты, знаете, чтобы, если придут, потому что много раз приходили, что нападут на вас, и они были бдительными, воины стояли, вокруг служителей, неемии, ездры, и которые находились там, находился трубач, и труба зазвучит, куда, труба, где прозвучит, туда нужно спешить, враги нападают, такое трудное было время для них, и они все это выстояли, победили. Вот иногда в жизни нашей, в жизни нашей бывают такие моменты, как униемии, сколько ему приходилось восстанавливать, сколько было трудностей, сколько против него восставали, чтобы умертвить его, чтобы работа остановилась, а он делал. Когда видел, что не то совершается в Израиле, он видел, когда люди начали в субботу повозки грузить, когда в субботу приходили люди продавать рыбу, значит, он встал на стражу, выговорил, чтобы они больше этого недели начальствующим выговорил, за то, что они распустили служителей, в храме должны петься служение, хор должен петь там, они, знаете, по своей, когда его не было, когда он отлучился, они опустили руки, знаете, и все левиты разбежались, он встал на стражу, строго выговорил им, когда в России был съезд, и когда собрались многие на этот съезд, и я смотрел этот съезд, и молодежь там пела песни, такие песни мне как-то, ну, знаете, мне как-то не понравилось, люди, которые играли, ну, тоже не привыть такому, и один служитель стоял, и смотрел, и смотрел, и потом он выговорил, братья, что это такое, как мы дошли до этого, высказал, тут же был и председатель России, знаете, этот служитель, который был в тюрьме за дело Божия, он встал, он был как страж, выговорил, сразу же те, кто пели, разошлись, другая группа стала, начали все петь песни, те, которые, ну, нравятся людям, а не то, что люди, которые хотят выставить себя, знаете, иногда вот картины в Ветхом Завете показываются картины, что сторож, он сравнивается с пророком или учителем, когда мы читаем, книга Иезекииль 33 глава, я не буду полностью стих читать, вот вторым, третьим стихом тут написано, возьми среди себя человека, поставь его у себя сторожем, а седьмой стих, там уже говорится, и тебя, Сын Человеческий, я поставил стражем Дому Израилеву, и ты будешь из уст моих слова и вразумлять их от меня, он Изекииля поставил вот этим стражем, и он действительно этим был стражем, он останавливал народ, когда видел вот это зло, чтобы остановить, чтобы не было этого пленения, он был этим стражем, и он старался сделать все, но народ не слушал, и знаете, и Господь как-то сказал, я искал у них человека, Изекииля в 22 главе 30 стихом, стал бы, кто бы встал в проломе искал он этого человека, и он не нашел, не было больше вот этих стражей, которые могли бы остановить это беззаконие, обратиться к народу израильскому, чтобы не наступило вот это трудное время, к Иеремии тоже Господь когда-то говорил, когда мы читаем, так говорит Господь, по-моему, это Иеремия 6 глава 16-17 стихи, так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите, расспросите и рассмотрите о путях древних, где путь добрый, идите по нему и найдете покой душам вашим, но они сказали, не пойдем, и дальше 17 стих, смотрите, как сказано, и поставил я стражей над ними, слушайте звука трубы, но они сказали, не будем слушать, не будем слушать, знаете, они не хотели вот этих стражей, пророков, которых Господь говорил, Он останавливал их, братья и сестры, и как бы то ни было, знаете, иногда так, когда читаешь вот эти пророческие книги, и когда скорбно иногда становится, когда говорит, вот уже 23 года я обращаюсь к народу моему, а он не слушает, знаете, есть же вот эта вот мерка, когда Господь прощает, медлит, а потом, знаете, время вот это истекло милости Божией, и Он посылает на них врагов, и когда они оказываются в трудное время, вот тогда начинают молиться, другие стражи есть в наше время, о чем говорит евреям в 13 главе апостол Павел, и он говорит такие слова в 17 стихом, повинуйтесь наставникам вашим, будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет, ибо они, чтобы они делали это с радостью, а с невоздыханием, Бог поставил служителей, это стражи Божьи, они должны видеть то, что необходимо для народа Божьего, иногда что-то людям не нравится, что-то начинают искать в служителях, не так сказал, не то говорит, знаете, вот это все как-то удручает служителя, но когда единство, когда понимание, когда любовь среди братьев, среди сестер, когда служитель говорит это слово, лицо его сияет, знаете, ты принимаешь это слово, народ принимает, служителю приятно это, потому что они стражи, братья и сестры, и когда, знаете, наше отношение к ним хорошее, и приятно им служить для народа Божьего, знаете, а иногда вот, когда читаешь Вамоса в седьмой главе, иногда по словам служителя Бог останавливает какое-то горе, которое идет на народ израильский, когда Амосу было открыто видение, что пришла саранча, которая поедает все, и когда Амос увидел вот это видение, и эта саранча должна поедать сейчас народ израильский, траву и все, то, что там находилось, он сказал, Господи, да не допусти этого, да не будет этого, а хотя народ израильский заслужил, а Бог услышал вот эту молитву этого пророка, и отложил это, когда он увидел огонь идет, опять служитель стал, Господи, Иаков так мал, смотрите, опять Бог услышал вот эту молитву этого служителя, Бог ответил на его молитву, на стенах твоих Иерусалим, я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. Я не так давно читал, может быть, года три назад, в какой-то газете, когда один человек, верующий, находился на берегу Генесиаретского озера, Генесиаретского, или море, как его называют, и были обстрелы, ракеты, ракеты летели на этот Иерусалим, сейчас, конечно, проще, компьютерная система, она показывает, что летят ракеты, тогда тревога, тревога, которой должны все убегать, скрываться, потому что ракеты несут смерть, этот человек, когда увидел первая ракета летит, он начал молиться, знаете, в первое время нужно же убегать, спасаться, а этот человек вот начал молиться, Господи, сделай так, чтобы эта ракета упала в воду, знаете, эта ракета раз только упала в воду, другая ракета летит, он опять возвал, опять в воду, Бог слышит молитвы детей своих, которые, ну, тоже можно назвать сторожем для этого города, который находился там, хотя и погибали люди, но просто, когда по сравнению с ракетами, сколько людей погибло, это совсем ничто, а столько много было выпущено ракет, просто Бог, Он тоже стоит стражем над народом своим, слава Богу, что у нас такой Господь, который любит нас, который заботится о нас, книга пророка Аввакума, 2 глава, 11 стихом написано, на стражу мою встал я и стоя на башне наблюдал, что мне отвечать по жалобе моей, знаете, здесь написано, что на стражу мою встал я, Он встал на стражу, братья и сестры, я думаю, что как тогда Он встал на стражу, вот сегодня в нашей жизни, в это последнее время нам нужно встать на стражу, в стражу прежде всего в это трудное время сохранить наших детей, мы должны сами быть отцами, стражами нашего семейства, молиться за них, это так важно, братья и сестры, вот эта вот простая молитва, казалось бы, простая молитва, но вот эти простыми молитвами Бог хранит, а уберегает наших детей, наше молодое поколение, здесь говорится, дальше говорится, чтобы узнать, что скажет во мне Господь, братья и сестры, Самоилу когда-то Бог говорил голосом, он услышал, сегодня так мало Бог говорит голосом, сегодня Бог Духом Святым говорит в нас, когда мы читаем, вот, Псалом 15, 7 стих, там говорится, благословлю Господа вразумившего меня, даже ночью учит меня внутренность моя, братья и сестры, мы имеем Духа Святого, Он является нашим стражем, Он говорит нам, когда какая-то опасность, Бог проговаривает и наша душа слышит этот голос, слава Богу за то, что у нас есть Господь, Дух Святой учит нас, обличает нас и наставляет, время уже вышло, мое, я хотел просто прочитать один стих для нас, отцов, в которой записано Иеремия 2, глава 19 стихом, здесь написаны такие слова, вставай, взывай ночью, при начале каждой стражи, изливай, как воду, сердце твое пред лицом Господа, простирай к нему руки твои, о душе детей твоих, издыхающих от голода на углах улицах, вот это вот стража, это прежде всего нас, отцов, которые мы должны стоять в проломе за наших детей. Пусть Господь поможет нам в этом, время мое вышло, братья и сестры, да поможет всем нам Господь остаться верным, вот этим верным стражем Господнем, который бы совершал вот это служение, как написано, люди прилежные, прилежные в службе и способными быть нам такими людьми, люди отличные в деле служения в доме Господнем, быть вот этим настоящим стражем в доме Божьем, в церкви, в своем доме, да поможет нам в этом Господь. Аминь. Помолимся. Субтитры создавал DimaTorzok